Итак, до этого момента мы с вами в основном обсуждали создание мира из сеттинга, то есть окружение персонажей. Но как мне кажется, довольно важной частью кампании в ДНД и других нри является работа над сюжетной составляющей. Да что уж там важно, я бы сказал важнейшей, потому что о ней вам придется задуматься в самую первую очередь. И в предыдущем ролике я обещал, что начну рубрику о том, как я работаю над сценариями, какие приемы использую и какая литература мне в этом помогает. Так что давайте сегодня начнем с небольшого вводного видео, где я расскажу вам о том, как работать с динамически меняющимся миром и непредсказуемыми персонажами игроков. Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь творить. Сегодня мы говорим о наших сценариях. Итак, вот вы решили сесть за написание своей кампании для ДНД. Перед вами есть образ вашего мира и примерная идея того, как и что в нем должно развиваться. При этом вы наверняка начитанный и насмотренный человек, который безусловно постарается применить приемы, увиденные в фильмах или прочитанные в играх в собственной кампании. На самом деле, исходя из опыта, могу сказать, что, несмотря на схожесть в процессе, написание сюжета, рассказа или романа сильно отличается от работы над игровой кампанией для Нри. И давайте начнем сегодняшний ролик именно с этих отличий, так как мне кажется, это самое важное, что нужно понять перед тем, как начинать творить свою историю. Когда вы пишете сюжет для читателя, вы предстаете в образе бога, который может влиять на все и всех в мире вашей истории. Вы сами определяете, кто умрет, а кто будет жить, кто будет предателем, а кто героем. Вы, как автор, имеете полную свободу действий, а ваши персонажи – ваши марионетки. И поэтому литературное произведение можно сравнить с кукольным театром, где все заранее заготовлено одним человеком. Когда же мы погружаемся в написание сценария для кампании в Нри, то перед нами встает одна очень щепетильная проблема. И проблема это – игроки. В Нри, включая ДНД, вы не единственный творец истории. ДНД – это коллективное творчество, где игрокам отведена роль творцов не меньше, а в каком-то смысле даже больше, чем самому мастеру. И казалось бы, нет никаких проблем, творите сюжет вместе с игроками. Но тут мы сталкиваемся с весьма неприятным моментом. Мы – автор истории, и наша задача как автора и как мастера – сделать для игроков запоминающийся интересный сюжет, полный ярких персонажей и невероятных приключений. Но люди разные, и то, что вы создали пещеру, в которой будет разворачиваться невероятный квест с прописанной предысторией и глобальными последствиями для мира, совсем не означает, что игроки туда пойдут, а если и пойдут, то это совсем не означает, что они будут следовать сюжету так, как вы то задумали. И это для людей, привыкших быть богами в своих сценариях, пожалуй, самый болезненный момент в проработке сюжета кампании. Когда игроки пропускают очередной ваш квест, где они должны были познакомиться с проработанными персонажами. Вам так и хочется включить рельсы и заставить игроков идти туда, куда хочется именно вам. Но это, естественно, подход не самый верный. Конечно, я бы мог посоветовать вам побольше импровизировать и не переживать по поводу пропущенных сюжеток, как это делают многие блогеры, что берутся за эту тему. Но вместо этого скажу вам, как не потерять то, что вы с таким трудом продумывали бессонные ночи. Начнем издалека. Любой сценарий любит структуру. Структурирование вашего сценария, даже если оно происходит у вас в голове, самый, 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 повторюсь, важный этап проработки вашей истории. Структура позволит вам не только правильно расставить сюжетные акценты, распределить события так, как вы бы разбазнивали топленое масло по хлебной корке, но и определиться с точками интереса для ваших игроков. Видите ли, когда я на протяжении всех своих роликов говорил, что излишняя проработка мира может вредить сюжету, я говорил, это не просто пафоса ради. Вы должны быть сконцентрированы на тех элементах вашего мира, которые игроки увидят в самую первую очередь, которые они будут изучать, не отвлекаясь на лишние заморочки. Допустим, возьмем как пример кампанию, которую мы ведем на наших стримах. Я дал игрокам базовую информацию о мире, показал им их примерное местоположение в этом мире и на старте создал для игроков необходимость изучать только ту территорию, которая им доступна. Это весьма небольшой клочок земли с довольно ограниченным количеством персонажей и, соответственно, не самым большим количеством квестов. Однако на протяжении всей первой главы, которая в общей сумме длилась 12 часов, игроки почти ни разу не захотели отвлечься от основного сюжета и пойти делать что-то непонятное, забив на квесты. Для того, чтобы игроки не пропускали ваших персонажей, ваши задания и прочие активности, нужно сделать так, чтобы эти активности были интереснее любых вне сюжетных действий, которые бы смогли придумать игроки в условиях, в которых находятся их персонажи. И чем разнообразнее локации, в которых персонажи их находятся, чем они более насыщены, тем сложнее это провернуть. Скажем, одно дело, если персонажи помещены в село, состоящее из трех домиков и окруженное лесами и горами, где из активности у игроков не так уж много и выбора, кроме как балакать с жителями да пытаться им помочь. И другое дело, когда персонажи находятся в огромном городе, полном казино, бордели, баров, таверна, ресталищ, арен и прочего-прочего. Конечно, во втором случае игрокам будет куда проще отвлечься от основного сюжета или иных мастерских активностей. Вот поэтому мы и возвращаемся к нашим козам, а точнее к структуре. Одно из самых главных правил при написании сюжета, начинать нужно с самого интересного. Многие мастера, например, начинают свои приключения в тавернах или еще каких-то местах для сборищ, где игроки знакомятся. Лично я считаю, что это не очень удачное решение. Во-первых, мастер буквально не показывает таким образом начало своей истории, а оттягивает это начало так называемым филером-знакомством, где, дай бог, только первые полчаса сессии уйдут на знакомство наших авантюристов. Во-вторых, таверна. Место естественных активностей. Если вы опишите, что в таверне есть симпатичная официантка-девочка-гоблин, за соседним столиком местные завсегдотая играют в азартные игры, а недалеко от вас сидит компания недружелюбного вида людей, то игроки естественным образом начнут исследовать все это разнообразие, еще сильнее оттягивая начало вашего приключения и создавая риск, что многие ваши задумки полетят в трубу. Начните историю с истории. Обрисуйте цели персонажей. Почему они оказались в таких-то-таких-то условиях. Обсудите это с игроками. Спросите, почему их персонаж может оказаться в таком-то месте и такой-то ситуации. И пускай персонажи группы знакомятся не просто занимаясь болтологией, а допустим, вступив в бой в самом же начале вашей кампании. И когда вы покажете игрокам интересное начало, вы сразу же дадите им цель, которую необходимо выполнить. А заодно вы зададите первый слой вашей истории, известный в драматургии как завязка. Перед этим, конечно, ваша задача как мастера и автора сюжета проработать фабулу всего этого самого сюжета. Но это, опять же, весьма сложно, с учетом непредсказуемости его движения, в отличие от того, если бы мы просто писали сюжет для романа. Поэтому наша фабула должна быть максимально простой и желательно помещаться в одно предложение. Такая, знаете, даже не фабула, а прото-фабула. Например, в моей кампании эта самая прото-фабула звучит как «персонажи объединились, дабы добраться до Лейнхельма». Это буквально все. Основная цель всех персонажей – это попасть в крупный город, а вот как они будут это делать и зачем им это нужно – вопрос уже к игрокам. И правда, у каждого из персонажей моих игроков есть цель, которую они преследуют на пути в Лейнхельм. Тангела Катарахон желает попасть к Синоду Фариев, местных мудрейших, дабы вызволить своего плененного в демонический гримуар учителя. Ульрих Волкорожденный двигается в сторону города, чтобы поймать и отомстить человеку, который разрушил его город и извратил его тело. Амадейка Импал двигается туда с целью восстановить себе возможность заниматься кузнечеством и найти для себя новое место под солнцем. Игроки сами создали сюжеты для себя, сами установили точки интереса и, соответственно, сами заинтересованы в том, чтобы добиться реализации своих задач. И, естественно, чтобы выполнить свои цели, они должны будут внимательно следить за тем, что для них приготовил мастер. Ведь они понимают, что любой квест, который был мною сделан, как-то связан с их собственными целями. Это еще один мой совет. Забудьте подход к дополнительным квестам, как в компьютерных играх, где эти самые сайд-квесты чаще всего никак не связаны с основным сюжетом. Ваши квесты хотя бы косвенно, но должны на него влиять. Это не обязательно что-то глобальное, но любое действие игроков должно колыхать главную сценарную нить. Например, в ловушке во льдах было два основных сайд-квеста. Охота на тролля и пропавшая. Охотившись на тролля, игроки мало того, что добывали его жир, чтобы создать отвар для излечения девушки с второго квеста, так еще и нашли магический сундук, в котором могли обнаружить практически что угодно, что, безусловно, приблизило бы их к выполнению своих целей. Во втором же квесте игроки смогли узнать, что в этих местах зачем-то побывали паладины Вирика, что могло бы навести их на мысль о присутствии здесь кого-то связанного со Стейном. Каждый из квестов, пусть и не напрямую, но связан с основной целью игроков живыми и здоровыми добраться до Лейнхельма. И возможность связать эти квесты воедино позволила мне именно структурирование. Когда вы представляете себе, что и зачем идет в вашем произведении, написание сценария начинает быть похожим на конструктор, где вы просто прикрепляете необходимые вам элементы. Также хочу посоветовать вам не прорабатывать компанию целиком, а делить ее на главы. Разделяй и властвуй, как говорится. Здесь принцип такой же, как в проработке глобальных и локальных миров. Большое состоит из малого, а малое прорабатывать гораздо легче, чем большое. Поэтому, работая над одной главой, вы сможете не просто подробнее проработать все окружение персонажей игроков на ближайшие несколько сессий, но и дать себе место для маневра, если эти самые игроки решат идти как-то иначе, чем вы запланировали. Поэтому вы сможете спокойно прописать следующую главу с учетом всех действий, что совершили ваши приключенцы. Подытоживая сказанное мной, перед тем, как сесть писать свою компанию, озаботьтесь структурой будущего сценария, ведь именно от него зависит дальнейшая судьба всего в вашей истории. А уже после того, как мы разберемся со структурированием, мы можем переходить к персонажам, квестам, проработке активностей и прочим прелестям Нари. Сегодня у нас был вводный ролик в новую рубрику. В следующем ролике мы подробнее разберем волнующий многих вопрос, как работать с системой персонажей, как и насколько сильно их прописывать, и как же, блин, придумать эти дурацкие имена. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями и заглядывайте в группу ВКонтакте. А на сегодня мы закончим. Всем спасибо, всем пока. Так или иначе, волк, он со всей своей свирепостью, разозленный тем, что сделал Амадей, с преимуществом кидает. Только не в руку. Так. Целюсь в последнюю руку. Так, надеюсь, Амадей это переживет. Амадей, короче, ты сейчас вообще не можешь атаковать. Красивый, правда? Безупречный баланс. Эталон гармонии. Сломал еще себе зуб. Теперь у тебя помехи на красноречие убеждения. Амадей просто инвалид. У него в начале партии руки не было, у него по ходу партии рука сломалась, еще нога не дожила. И теперь еще и зуба нет. Теперь еще зуба нет. Безупречный баланс.